Международный женский день – праздник, к которому относятся своеобразно. Некоторые женщины считают его приятным днём, когда можно получить много комплиментов, цветов и подарков. Другие уверены, что этот праздник – эмансипация и независимость женщин. Подавляющее большинство мужчин считает, что 8 марта женщин нужно хорить, лелеять, поздравлять и желать всегда оставаться такими же нежными и обворожительными. Поздравляю вас, дорогие женщины, с таким радостным для нас праздником. Счастья, удачи вам, здоровье самое главное – здоровье. Я поздравляю всех женщин 8 марта, желаю счастья, здоровья, не болели, все были здоровы. 8 марта хочу пожелать всем женщинам города Кумертау и республики Башкортостан здоровья, счастья. Пусть всегда будут такими же милыми, красивыми, заботливыми. Я хочу пожелать всем-всем женщинам, девочкам, мамам, бабушкам здоровья, успехов в личной жизни, ну и все остальное, что сами хотят они от жизни. Поздравляю милых дам с 8 марта. Тут у меня хорошие подарочки есть как раз для меня 8 марта. Приходите, покупайте, радуйте своих любимых, счастья и здоровья. Всех женщин города Кумертау, Башкирии, России, поздравляю с Международным женским днем, здоровья и женского счастья. Оно у них такое большое, такое необъятное. Дорогие женщины, поздравляю вас с 8-м Международным днем от души. Желаю вам здоровья, долгой жизни, самое главное – улыбка на вашем лице, чтобы всегда была. С праздником! Принято считать, что 8 марта женщины должны расслабляться и наслаждаться отдыхом. На деле все происходит несколько иначе. Перед традиционным праздничным застольем виновницам торжества приходится тратить много времени и сил на готовку, уборку и подготовку. Милые дамы, давайте сегодня отбросим все стереотипы, улыбнемся друг другу, будем наслаждаться весенним днем, купаться в мужском внимании и баловать себя маленькими женскими радостями. Елена Камалова, Денис Тихонов, телекомпания «Арис».